Добрый день! В прямом эфире новости. Мои коллеги и я, Екатерина Булучевская, расскажем о главных событиях к этому часу. Из леса на планерку скитавшийся трое суток по болотам Александр Мураховский уже вернулся к работе. Хочу выразить всем благодарность, что за меня беспокоился. Все подробности о состоянии министра здравоохранения и о том, как проходили поиски. Носки с героином. Было обнаружено 76 свертков. Полиция задержала наркокурьеров, которые необычным способом прятали дурманящие вещества. Какой срок грозит нарушителям закона? Аллея героев. У первой горбольницы высадили десятки сосен в память о врачах, погибших от коронавируса. Месяц на то, чтобы победить смерть. А мечей просят помочь малышке с серьезным заболеванием крови. И новости из стана «Авангарда». Расскажем об изменениях в составе команды. Участников поисковой операции в Большоуковском районе сегодня поблагодарил Александр Бурков. Слова признательности он выразил во время аппаратного совещания, которое прошло в правительстве. Губернатор отметил, что участие в поисковой операции приняли десятки человек. Действительно тяжелейшие условия. Здесь нужно сказать большое спасибо всем, кто принимал участие. Это сотрудники МЧС, сотрудники Управления внутренних дел, Росгвардии, также общественные организации. И в том числе у нас представители Охот управления, Егеря, которые включились в этот процесс и всем миром проводили большую поисковую, достаточно сложную работу. И здесь Доброспас активно принимал участие и Лиза Аля. И в том числе из Омска готовые люди были подъезжать в любой момент. Поэтому мы видим, что люди отзываются на горе и готовы сегодня помогать. Александр Мураховский тем временем сегодня приступил к работе. Министр здравоохранения региона утром провел традиционную планерку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Позже чиновник отправился на прием к узким специалистам. Но несмотря на хорошее самочувствие, врачи посоветовали ему пройти медицинский осмотр. Напомню, поиски министра продолжались трое суток. Неподалеку от охотничьей базы в Большуковском районе, среди болот и топий, развернули настоящую спецоперацию. В итоге пропавший чиновник сам добрался до трассы в районе села Баслы. Репортаж Никиты Гайдаша. О том, что Александр Мураховский пропал широкой общественности, стало известно только вечером 9 мая. Но на тот момент широкомасштабные поиски в лесах Большуковского района велись уже вторые сутки. В пятницу министр здравоохранения на квадроцикле выехал с территории охотничьей базы в деревне Поспелово. Но вскоре связь с ним прервалась. Знакомые чиновника до утра пытались найти его сами, но в итоге сообщили о пропаже в полицию. 8 мая начались поиски. В этот же день удалось обнаружить застрявший в непроходимых болотах квадроцикл Александра Мураховского. Вот он напрямую зашел по этой лесине. Насчет проходимости этих мест, ну, сюда доехать проблематично. Здесь застрять на каждом метре можно. После этого стало ясно, дальше мужчина пошел пешком. Только вот в какую сторону – неизвестно. Обнаружить следы в таких топях практически невозможно. Лес, сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели и поисковики стали прочесывать участок за участком во всех возможных направлениях. Работу усложняли болота. Они здесь практически на каждом шагу. И дымка от лесных пожаров, которые как раз во время операции разгорелись на подступах к Большим Укам в 15 километрах от места поисков. Здесь, в Большоуковском районе, леса не только болотистые, но и густозаросшие. Даже несмотря на то, что листьев на деревьях пока совсем немного, такой лес, говорят местные, буквально съедает тебя, когда в нем оказываешься. И действительно, достаточно пройти всего 5 минут вглубь леса, как не видно практически ни небо, ни горизонта. Если не запомнить дорогу или, допустим, не оставить меток по пути, то заблудиться здесь можно всерьез и надолго. Чтобы обследовать самые болотистые участки, использовали технику повышенной проходимости. А с неба территорию просматривали с помощью вертолета и беспилотных аппаратов. Почти трое суток около сотни человек прочесывали лес. И вот в понедельник, в самый разгар операции, в штаб поступила новая информация. Человека, которого мы искали, он нашелся. Сейчас находится в больнице. Поэтому я хочу выразить слова благодарности всем здесь присутствующих. Цель, которую мы с вами поставили, она достигнута. Спасибо за работу. Александр Мураховский самостоятельно вышел на трассу в районе села Баслы. Отсюда до места, где был найден квадроцикл, больше 40 километров. На выходе из леса мужчину встретили полицейские и передали врачам. Но помощь медиков и госпитализация не понадобились. После спасения министр поблагодарил всех, кто участвовал в его поисках. Я считаю, что все-таки произошел несчастный случай. Я не смог найти выход из леса. Для чего искал выход к населенному пункту, можно сказать, почти трое суток. Я, во-первых, хочу выразить всем благодарность, кто за меня беспокоился, кто меня искал. Это, я только сегодня понял, какая-то армия людей огромная. Всем огромное спасибо. Сразу после обследования Александр Мураховский отправился в Омск. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное. Никита Гайдаш, Сергей Никифоров, 12 канал. По иронии судьбы, сегодня у поисково-спасательного отряда «Доброспас Омск», члены которого тоже принимали участие в поисках, юбилей. Его деятельность начиналась в 2011-м. Тогда в группе числилось всего несколько волонтеров. Это был первый поисковый отряд в регионе. Занимался он тогда распространением информации о пропавших в интернете и расклейкой объявлений. Но уже сегодня у «Доброспаса» четыре филиала. В Таре, Большеречи, Азово и Таврическом. Центр сотрудничает с полицией, спасателями и помогает в поисках пропавших детей и взрослых. В этом месяце отряд начал обучение пилотов-беспилотников. Афа в конце мая примет участие в масштабных учениях по Сибирскому федеральному округу, которые пройдут в Омской области. «Доброспас» открыл и прием волонтеров. Чтобы стать частью коллектива, можно заполнить анкету в официальной группе ВКонтакте или же обратиться в WhatsApp по телефону, который сейчас на экранах. Владимир Путин и Рене Фазель обсудили строительство арены в Омске. Президент встретился в Сочи с главой Международной федерации хоккея. Одной из тем беседы стала подготовка России к молодежному и взрослому чемпионатам мира, которые пройдут в 2023 году. Путин на немецком языке поблагодарил Фазеля за приезд и отметил, что, цитирую, «в Омске строится арена, возможно, она будет готова к следующему году». Конец цитаты. А также президент сообщил, что стадионы в Новосибирске и Санкт-Петербурге тоже будут достроены. Фазель, в свою очередь, заметил, что видел победу омского авангарда в Кубке Гагарина, а Путин назвал ее очень интересной. Тем временем клуб продолжает подписывать контракты с новыми игроками. Ястребами стали нападающий 26-летний Владимир Брюквин и 33-летний Франсис Паре. Брюквин – россиянин, выступавший в прошлом сезоне в московском «Динамо» и забросивший пять шайб в 33 матчах. Паре – канадец с белорусским паспортом, поэтому он не будет считаться легионером в КХЛ. На счету Франсиса три шайбы в 40 матчах за «Минское Динамо». По позициям правый крайний нападающий Брюквин и центр-форвард Паре могут стать заменой уехавшим в НХЛ Егору Чинахову и Кириллу Семенову. В то же время продолжают уходить ключевые игроки последних лет. Так покинул ряды авангарда серебряный призер чемпионата КХЛ 2019-го воротарь Игорь Бабков. По неофициальной информации, он может продолжить карьеру в Казани. Омские следователи предъявили обвинение в халатности главе уленкульского сельского поселения. Как считают правоохранители, из-за бездействия руководителя сгорела большая часть деревни Каракуль. Пожар в Большереченском районе, напомню, произошел 6 мая. Без крова остались три десятка человек. Сгорели 14 домов, скот и личные вещи жителей. По мнению следователей, глава села не обеспечила в должном мере нормы пожарной безопасности. В деревне не велась уборка сухой травы, не были созданы защитные минерализованные полосы, а также не налажены системы оповещения и эвакуации людей. Расследование продолжается. Дело находится на особом контроле председателя Федерального следственного комитета Александра Бастрыкина. Между тем, в Омской области до конца этой недели могут ввести режим ЧАЭС. Такую рекомендацию дал Рослесхоз. За время майских выходных огонь уничтожил десятки домов и дач. Ежедневно в регионе горят сухая трава и леса. Особо сложная ситуация сейчас в Крутинском, Муромцевском, Теврийском и Устешимском районах. Ухудшить и без того непростую обстановку может надвигающаяся 30-градусная жара. По прогнозам синоптиков, в Омской области температура воздуха может подняться на 6-8 градусов выше нормы уже к этим выходным. А мечей в очередной раз просят не разводить открытый огонь и соблюдать меры безопасности на своих участках. Ну а аграрии сейчас по максимуму используют каждый солнечный день. Посевная в регионе в самом разгаре. Так, в Таврическом районе картофелем уже занято 220 гектаров. Ведутся и другие работы. Сельчане вносят в почву минеральные удобрения и готовятся к севу пшеницы. Никита Смирнов продолжит. На сельхоз предприятий Таврического района идет сортировка семенного картофеля. Этот ультраранний сорт Коломба даст первого урожая уже к июлю. Агрария называет его терпеливым. Клубни имеют ярко выраженный вкус, созревают в любых, даже самых неблагоприятных погодных условиях и долго не портятся при хранении. Гнилую убираем, резаную, чтобы не кондиться этой картошки. А много брака вообще происходит или нет? Да, не сильно. Отобранный картофель тщательно сушат и упаковывают в мешки. Вес каждого тонна. Затем их отправляют на поле и оставляют на целый день под солнцем. Нагретые клубни, поясняют специалисты, быстрее дадут всходы и хорошо приживутся. Сейчас техника засеивает первую тонну картошки этой весной. Она будет расти здесь на поле рядом с селом Таврическое. Кроме картофеля в Таврическом районе планируется также посадить морковь и лук. Засеять поля пшеницей, чменем, овсом, горохом и масличным льном. Все это на 170 тысячах гектаров. Прохладное и дождливое лето, которое обещают синоптики, вреда урожаю принести не должно. Все культуры проверены и адаптированы к сибирскому климату. Я думаю, что этот год будет, если судить по приметам, должен быть благоприятный. Май будет, считаем так, что будет теплее и немножко суше. А июнь и июль будет дождливым. В целом по Омской области в этом году под различные культуры отведено больше 2 миллионов гектаров. В 18 районах аграрий уже проводит удобрения почвы. Ну а первые яровые и масличные уже посеяли в русской поляне. Никита Смирнов, Сергей Никифоров, 12 канал. Для перевозки героина использовали носки. Полицейские задержали двоих иностранцев, которые приехали в Омск, чтобы торговать наркотиками. Молодые люди признались, собирались делать закладки во дворах жилых домов. При себе у наркокурьеров было 13 свертков с запрещенными веществами. Один прятал наркотики в кармане, второй в носке. Ну а самую большую партию сотрудники полиции обнаружили в машине злоумышленников. Получается подлокотник, подлокотник и верхний карман. Было обнаружено 76 свертков, перемотанных клейкой лентой синего цвета. Всего у предприимчивых гостей города изъято 210 граммов героина. Сейчас они под стражей, заведены уголовные дела. Фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Омский фитнес-клуб извинился за неоднозначную рекламу в сети. Накануне распространили видеоролик, снятый в Парке Победы. На кадрах девушки в пилотках, гимнастерках и лосинах прыгают на батутах прямо недалеко от мемориала. Делают это под знаменитую «Катюшу». Видео возмутило мечей. Блогер Орис Брут напомнил, что Парк Победы – это прежде всего место скорби, а не декорации для рекламы. Ну а один из омских юристов сообщил, что подал на клуб заявление в полицию по статье «Вандализм». Руководство спортклуба спустя некоторое время выложило пост с извинениями. Авторы сообщения, правда, также выразили и недоумение, почему ролик вызвал столько ненависти у пользователей. За преображение общественных пространств проголосовали уже 36 тысяч жителей региона. В Омске продолжают выбирать проекты реконструкции зон отдыха. В городе, напомню, это площадь Лицкевича, сквер Панфилова, Старозагородная роща и территория на Новой Московке. Голосуют также жители Тары и Иселькуля. Здесь местные жители отдают предпочтение пешеходным зонам вдоль улиц Ленина. А в Калачинске в лидерах пешеходная зона на улице Черепова. Интернет-голосование продлится до 30 мая включительно на платформе 55.городсреда.ру или же на портале госуслуги. Сделать выбор помогают и волонтеры. 250 добровольцев работают в торговых центрах, МФЦ и на городских площадях. К воплощению проектов приступят в следующем году. В память о медиках, погибших от ковида, в городской больнице имени Кабанова заложили хвойную аллею. Деревья посадили врачи совместно со священнослужителями, волонтерами и активистами. Участие принимал и митрополит Омский Таврический Владимир. Идею предложил настоятель храма, расположенного на территории больницы. Вместе с прихожанами здесь собрали макулатуру и на вырученные средства закупили саженцы. Пока высадили 45 елей, еще 30 планируют посадить в ближайшие дни. Деревья будут напоминать о тех, кто бесстрашно шел в красную зону, чтобы спасать жизни и сам стал жертвой опасной инфекции. Работая в очаге инфекции, как бы мы ни защищали себя, все равно инфекция добралась и до медицинских работников. К сожалению, не все побороли эту инфекцию. В нашей больнице погибло 5 медицинских работников. Это 3 врача и 2 медицинские сестры. Поэтому память о них, нужно ее по всем христианским обычаям, конечно, надо увековечить. Амичей просят спасти жизнь маленькой Даши. Девочке 8 лет, малышка борется с серьезным злокачественным заболеванием крови, лимфобластным лейкозом. По прогнозам врачей, без необходимого лечения она сможет прожить еще всего лишь месяц. Родителям нужно успеть собрать огромную сумму, 45 миллионов рублей, чтобы отправить дочку в Израиль. Спасти малышку может каждый из вас. Реквизиты для перевода любой суммы на экране. В то, что амичи не останутся равнодушными, верит и сама Даша. Привет, меня зовут Даша. Я живу в городе Омст. Мне семья. Сейчас мы с мамой реализуем в парнице, но я обязательно выздоровею. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Большой выбор теплиц со скидкой. На выставке теплиц у ГИД Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. В честь десятилетия клиники «Эксперт» дарим скидки до 50% на комплексные МРТ-исследования. Звоните 79 04 14. Омск Сайдинг Инвест. Окна и двери из ПВХ и алюминия. 999 222. Спонсор прогноза погоды ИП Сивкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Завтра 12 мая в городе Облачная. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 12-18 градусов выше нуля. В районах Облачно ночью плюс 6, плюс 8. В дневные часы ожидается плюс 10, плюс 16. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров. Фортутного столба. Таковы новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Ну а я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова